Ты не хочешь, а почему? Ну хорошая же биография, почему же ты не хочешь? Положи вот так руки. Посмотри ногти какие у тебя. Все ногти обгрызены. Для чего ты их грызешь? Тебе уже от этого не отстать. Значит сейчас мы перчатки дать, сейчас я ходил все время в перчатках. Рук перчатки не снимать. Я наблюдал это дело в тюрьме, это склонность к убийству. Не просто, а к убийству. Ты убийцей можешь стать. Вот я из арта, а сейчас они вот так смотрят, он за рост. Я вижу сколько... А чего грызешь ногти? Там ничего есть. Вот ногти нормальные, вот они. Вот они ногти, пожалуйста. Положи ногти в руки. Видите, вот они ногти. Видишь, какими окаемочками? Положи руки. Ты грызешь их? Не берешь, ну-ка положи. Куда вы грызешь? Не давно их вы грызу. Куда вы грызешь? Зачем ты их грызешь? Объясни. Это не просто так. Куда твое красноречие делось? Ты такой говорун, а вдруг все кончилось. Зачем ты вчера их грызнул? Вчера мне я таким взглядом одарил. Если бы у него была возможность, он убил бы меня. Столько у него выпреснулось злобы, просто сатанинской злобы. Понимаешь, я тут забыл кино и вот так вот у меня... Ну только у меня была сила у него. Если бы сила была, он бы задарил меня при всех. Ты не понимаешь, что у тебя за этим кроется? Тебе надо радоваться, что здесь с тобой занимается. А сатана понимает, это единственное место, где тебе могут помочь стать человеком, и ты рвешься отсюда. На разумного сильнее действует выговор, нежели на угодного на ударов. Ну, на глупого что ударит? Что? На глупого что? Что ударит? Каких? Палкой. Его сто раз палкой ударил, а на него это не действует. А на разумного ты каким хочешь быть? Разумным или глупым? Ну, как ты сам думаешь? Что лучше? Ну, разумный человек, он делает по разуму, по уму. Зачем ты грызь ногти вчера? Я до этого сколько раз тебе говорю, зачем ты грызешь ногти? Ответа нет. Потому что под ними была грязь. И потом решил ты ее в ногти, грязь в рот взять. Это разумно? Нет. Потому что грязь. Ну, сейчас твой ответ только брать. Да это дурнее, это не придумаешь. Там разная скалинь. Под ними была грязь. Ну, вот руки тебе, не ходи мыть руки. Ты их залезай, руки грязь, потом в рот бери и грызи. Зачем мылом-то мыть-то? А зачем руки мыть? А, ну, грязную. А почему ты руки лизал? А потому что грязь, я решил слезать ее. Это какой-то бучинный характер. Это корова лижет себе, лошадь. Вот ответ дал. Слышала? Вот я не знаю, что тебе сказать, а сказать что-то надо. Так вот запомни, притча 17.10 наизусть. На разумного сильнее действует выговор. На тебя он не действует. Нежели на глупого 100 ударов. 3000 лет назад, скажем. А ему, говорит, ход кол на голове тиши. Колик затесывает. Не на полу, а на голове. А ему, говорит, все равно. Заучить наизусть. Такая, брат, штука-то. А почему ты не хочешь, чтобы характеристика-то была? Не знаю. Как не знаю? У нас дети просят, родители просят. Эти характеристики выдано ни одна, ни две. Все годы выдавали. Характеристики эти помещены в наших книгах даже есть. А ты, я не хочу характеристики. Были у меня, которые не хотели характеристику. Юля Третьюкова никак не хотела характеристику. Никак. А почему? Потому что злой характер. Злой. И мы это должны отобразить. Независимо ни от чего мы его напишем. Я хотел твое мнение просто узнать. Ты хотел, чтобы тебе характеристику выдано? Характеристика на бланке с рисунком. Я еще и рисунок стараюсь подобрать. Какой подходящий. Только у меня почек такой нет. Я хотел, чтобы кто-то написал. Потому что я сейчас от тебя тут не могу. Принтера нет. Вот ты сам себя облечил. Так, перчатки ему найти сегодня, там какие есть. И в перчатках будешь ходить. Пока не останешь. Все время в перчатках. Не снимай их. Это неплохо в перчатках. По-другому никак нельзя. Я смотрел на этих грызунов. Их называют ногтиеды. Не кипелов, которые садили. Он там их замещал. Я говорю, тоже за ними там замещал. В институте дураков, да? А? В институте дураков. В институте дураков. Это ногтиеды. А потому что грязь. Я не подумал. Не по этому. Совсем не по этому. И тебе никогда на этот вопрос не ответить. А только скажи, хорошо это или плохо. Тебе как кажется? Хорошая привычка? Нет. И это привычка в храме. Люба Минаева стоит в храме, молится. И в это время грызет пальцы. Я сколько раз говорю. Зачем ты грызешь? Ну как ты не знал. Да ты себе маленько наказание какое-то придумай. Почему ты сам себе наказание не придумываешь? Я их ел, скажи. Что я должен делать? Крапиву будешь есть. Ага, хорошо. Крапиву сейчас поди. Сам сорви крапиву. Сам нажди себе пальцы. Ведь ты этого не сделаешь никогда. Потому что трухля. Ты не любишь сам себя. А ты бы сейчас поставил себе задачу стать человеком. Настоящим, полезным для родителей, для страны. Вот такие ногтееды, они растут. Ты сам-то себе маленько... Какой-то преграду к этому. Что делал? Грыз губы участвовали в этом. Зубы и пальцы. Пожги крапивой пальцы. Губам проведи. Никогда ты трясешь себе весь вот так вот наказаться. А крапива вон еще растет где-то. Возьми ее, оторви и сам себе накажи. И сам помолись, скажи Господу, чтобы больше этого не было. А сейчас сделаю, в пять раз больше себя накажу. Ты никогда этого не сделаешь. Потому что плывешь и все, плывешь. Косичку отпустил еще до задницы. Да может он сделать. Может он сделать. Может сделать. Вон, сорви, вон, когда тополь растет. Голой рукой. Вот у них отец, дядя Андрей, он никогда рукавички не надевает. Он крапиву рвет голыми руками. Ты сам себя научились наказывать. У меня было, я как-то дома провинился. Так я ночью вышел, снег до утра кидал. Мама говорит, что-то стучить не пойму. Вышел на улицу, я комками его режу и кидаю. Коровам надо было очистить. Я себя обязательно накажу. Не помог тогда родителям. Лет 30 в рот яйца не брал. Не ел куриное. Потому что я родителям не помог, когда они везли это. Я все время придумал, какое себе наказание дать за мой проступок. И все это уходило и навсегда при том уходило. А это нет. Животолюбие такое. Как это не видеть было? Что, родители не видели, что он ногтедом вырос? Он уже вырос. Ему не отстать от этого. Раз он себя не хочет наказать. Ему это все равно. Он будет грызти и грызти. Как чуть-чуть забылся, опять пальцы в рот и пошел грызти. Поэтому болеть будешь. Аскориды, всякие эти. Паразиты в животе будут. А дальше лечите меня, родители. Никакая тебе мать, врач, никто не поможет. Если ты сам себе не поможешь. Даже златоуз говорит, не я, не бог тебе не поможет. А ты крепко займись собой. Скажи, это мне тело дано. Я его должен возвысить. Я буду трудиться с ним. Все, пойдемте, дай мне чашку, мы соберем ягоды. Я утро все.